натуральные спиртные напитки для потенции идут ряд праздников и каждый задается вопросом и вы задаете вопросы мне что употреблять как принимать и как сделать это самому и так в одном ролике сразу три четкие настойки а в конце еще будет бонус поэтому не переключаемся это реальная качалка поехали итак начинаем делать инжирную настойку покупаем берем или можно купить не сушеная можно купить свежий тогда его в половину больше если мы берем сушеный мы делать будем баночку на 480 миллилитров неполную поэтому мы берем вот пять штучек соответственно если у нас будет целый инжир мы берем их штучек десять нам инжир надо подготовить чтобы он был у нас как бы живой мы берем эти все пять штучек инжирного инжира закидаем чашечку и заливаем кипятком и буквально накроем крышечкой буквально выдерживаем его минуток пять просто чтобы он так сказать ожил пока отставляем его в сторону пока инжирная настойка у нас подождет тем временем мы готовим баночку для сухофруктов берем баночку для этого мы берем на баночку 250 480 миллилитров мы берем три штучки чернослива мы берем три штучки сушеного абрикоса мы берем горсть изюма мы берем две сушеных грушки мы берем черноплодную рябину тоже очень вкусно и полезно горсть мы берем несколько тоже штучек тушеных яблок затем для того чтобы напиток был максимально полезным мы берем на баночку штучек шиповника это на любителя да я правильно понимаю ну не на любителя никакого вкуса не дает кроме того как также мы положим веточку розмарина это розмарин да потом мы возьмем немножко корицы корицы одну палочку тоже вот не одну палочку а вот кусочек потому что у нас баночка небольшая для придания пикантного вкуса мы возьмем кожуру орешков но это не грецкий то получается орех этот не грецкие как же он называется фундук кедровые орешки небольшую горсть потому что они тоже нам цвет придадут хотя у нас черносливие груши нам все таки это круто да считается да 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 вкус очень интересный так все это теперь берем это получается наша первая настойка да как она называется настойка из сухофруктов номер один получается такая небольшая баночка обязательно все это делаем ребята в стекле ранее я уже вам в роликах на канале реальная качалка говорил делается обязательно стекло никакие пэт бутылки пластик подобные вещи не применяются и заливаем данном варианте самогон это первак полная банка видите да все залито сверху закрываем не ставим на недельки две-три говорят понимали 7 это будет слабенько кто хочет как более насыщенный вкус ставить его на дольше после этого мы ее сольем и разведем до концентрации настойки градусов 18-20 глюкозой для того чтобы то есть это не в таком варианте пьется правильно то есть делаем вытяжку со всех спирт вытянет все необходимые полезные вкусные вещества приобретет цвет насыщенный а затем мы глюкозой или сахарным сиропом можно некоторые делают разведем до состояния настойки спиртометром да так все погнали дальше наш инжир уже отошел поэтому мы его сливаем с вода нам не нужно туда вода не нужно закидываем инжир в банку этот добавляем сюда точно также жазмарин добавляем сюда корицу корицы нужно чуть побольше сюда добавить затем мы сюда добавим еще немного имбиря потрем на тёрку придаст напитку остроту грамм 20 не больше и как нам честно имбирь очень хорошо у нас сочетается поэтому мы сюда еще добавим немножко шкурка лимона дает горечь определенную вот наш лимон почищен буквально так как у нас это инжирная лимона мы добавляем совсем чуть-чуть буквально половинку половинки вот бросить потому что у нас основной компонент это что ты меньше не чистишь там и так вот нормально да будет просто дольками и то же самое заливаем все так и вторая настойка у нас тоже как тоже закручиваем название как это инжирная настойка инжир имбирь корица и лимончик то же самое потом его добавим до разведем до консистенции настойки 18 градусов так это вторая была да и третьего мы сделаем лимончелло лимончелло у нас остался лимон у нас получается настойки ничего не пропадает все друг друга дополняет заменяет мы режем этот лимончик у нас будет не чистая лимончелло а лимончелло апельсинелло лимон с апельсином режем сюда лимон берем апельсин апельсин помыли апельсина корочку срезать не нужно так как она не дает у нас коричьи но вот эти штучки естественно мы не будем поэтому апельсин мы просто режем вот она всегда и готовила она дожила до 90 лет и особенно она говорила что они очень полезны мужчина и просила меня научила и любила а то готов к своему мужу никогда не будешь знать проблемы вот и вот это мы все так плотненько трамбуем потому что жидкости мы возьмем мало но у нас будет так как это настойка она у нас должна быть не сильно крепкая а так как у нас самого интервакт имеет 60 градусов поэтому мы один к трём будем ее разводить либо соком либо глюкозой сиропом поэтому нам нужен концентрат вытяжка для того чтобы у нас с этого напитка у нас получится приблизительно литра замечательные настройки литра да то есть такой маленькой баночки будет литра будем разводить его 14 поэтому 200 грамм такой настойки и 600 грамм почти литра вот и сюда точно так же лимон и апельсин они очень любят имбирь поэтому имбиря совсем чуть-чуть мы положим так просто наглазно так маленький пучечку нас нету никакого сахара ничего ты сюда не добавляешь на эти настойки пока нет они настаиваются потом мы будем добавлять когда с ценим уже все будем добавлять либо сахарный сироп либо глюкоза да и как всегда корица никогда не помешает небольшую палочку корицы вот и как бы третий закрываем крышечкой вот ну и все и ждем и ждем и ждем вот недельки у кого сколько хватит терпения все ребятки ставим лайки это канал реальная качалка вот такие вот три интересные настойки очень эффективно и натурально действует на нашу потенцию накопительные настойки которые можно пить в таком варианте но лучше разбавлять его и пить в меньшем градусе и будет вам счастье и добро ваших семьях